Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. На календаре у нас 29 ноября, соответственно, мы ровно в одном дне от долгожданного заседания ОПЕК, на котором будут обсуждать возможности продления соглашения. Сроки пока неизвестны, но на рынке считают то, что речь может пойти о пролонгации соглашения до конца 2018 года. Однако последние вводные, которые, между прочим, отчасти стали причиной негативной динамики, которую мы наблюдали, указывают на то, что соглашение может быть продлено на более короткий промежуток времени. Вместо 9 месяцев, к примеру, до 6 месяцев. Меняется, опять же, и состав участников, лоббистов, идея того, что это целесообразно делать. И есть вопросы к российской, опять же, стороне, потому что Россия до сих пор не подтвердила и не дала четкого понимания рынку, что готова поддерживать любые договоренности, которые направлены на регулатуру рынка черного золота. О нефти, друзья, мы, безусловно, поговорим. Давайте немножечко уделим внимание основным отчетам текущей торговой сессии, потому что это, своего рода, уже новая устоявшаяся традиция, когда мы сразу рахватываем основной фундамент предстоящих торговых дней и готовим себе, опять же, готовим о себе дорожную карту тех инструментов, на которые обязательно стоит обратить внимание. Сегодня крайне насыщенный день. Собственно, как мы и ожидали с вами, основные релизы на этой неделе будут сфокусированы на заключительных торговых сессиях. Сегодня у нас целый блок статистики из США, в частности, в 16.30 мы будем с вами разбирать, анализировать данные по темам экономического роста американской экономики спустя полчаса после этого. Нашему вниманию будет представлен индекс расходов на личное потребление, тоже США. Отчет крайне важный, поскольку позволит нам сделать выводы о показателях активности потребителей и прикинуть, можно ли рассчитывать на какие-нибудь положительные сдвиги в показателе CPI, то есть инфляции. Как вы знаете, этот уже релиз является основным фундаментом, на котором выстраивается вся политика Федеральной резервной системы. С 17.00 у нас наступает период очень важных пресс-конференций. Собственно, откроет его снова Марк Карни, который уже давал одну пресс-конференцию на этой неделе. Скорее всего, Карни снова будем говорить о перспективе денежно-кредитной политики Англии в свете вчерашнего состоявшегося раля, о котором мы также сегодня поговорим. В любом случае, друзья, хочется отметить, что подкрепим намерение придерживаться прежней позиции по разгону процентных ставок. Ну, пусть даже сроки обозначены не будут, а то, что эта идея остается основополагающей, я думаю, то, что восстановительная динамика фунта может продолжиться. Перехватит, собственно, эстафету о Хакарни Джанет Хеллен 18.00. Мы послушаем ее полномочия. Совсем скоро истекут, больше уже трейдеры делают акцент на то, что говорит Джером Пауэлл, который сменит Джанет Хеллен в феврале. Кстати, вчерашний день и, между прочим, рост доллара был связан также с тем, что мы услышали от господина Джерома Пауэлл. Пауэлл я тоже в двух словах вам расскажу о самом интересном. Ну и 18.30, друзья, это данные по запасам нефти США. Официальный отчет вслед за вчерашней оценкой от Американского института нефти. На этот релиз мы обратим даже больше внимания, нежели чем всегда, поскольку это статистика, которая предваряет, собственно, заседание ОПЕК. Вы помните, я позволил себе в двух словах коснуться темы, что эти отчеты имеют очень важное значение для стран Южнего Востока, потому что ведь рост объема США – это настоящий головняк и главная проблема для всего картеля, проблема, связанная с ростом запасов и ростом объема добычи. Вот почему, собственно, некоторое время назад, точнее уже практически год назад, вообще заварилась вот эта каша по поводу того, что нужно объединить усилия и снизить в своем объеме производство черного золота до определенных пределов. Потому что если это не сделать, рост предложения и запасов в конечном счете задавит нефтянку и обрекет ее на затяжное многолетнее снижение. Хотя я считаю, что даже при всем уважении к действиям ОПЕК их на совсем уж долгосрочной дистанции будет недостаточно, чтобы снова вернуть цены к тем, казалось бы, высоким уровням, которые мы наблюдали несколько лет назад. Я вообще считаю, что мы никогда в жизни уже не увидим бренд по 80 долларов за баррель, потому что, как ни крути, но век новых технологий, альтернативных источников энергетики все равно уже поставил довольно серьезную печать стоповую на цикле супервысоких цен на них. Ну, это мое субъективное мнение, друзья. Я считаю, что оно имеет место быть, как и мнение любого, а другого кто хочет высказаться, а перспективы в том числе и нефтянки. И поскольку у меня есть представление долгосрочное о том, что этот актив будет оставаться под давлением, я стараюсь и в каком сроке видеть, опять же, те причины, которые могут постепенно ускорять вот этот нисходящий тренд и динамику, которая происходит. Что касается теперь рынка нефти, давайте чуть подробнее остановимся на этом активе. По основным событиям мы, безусловно, с вами уже опровержались. В конце брифинга я еще к ним повернусь. Нефтянка. Второй день подряд снижение. 63.15. Это клоус по бренду. Сейчас актив торгуется на уровне 62.85. Сегодня даже небольшой гэп на открытии, то есть ценовой разрыв. Подтверждаю с ожиданием того, что на рынок постепенно приходят скептики. Соответственно, те трейдеры, которые считают, что соглашение, если их продлят, то не будет эффективны скептики, которые пытаются проработать несколько вариантов сценариев вот этих потенциальных договоренностей. Как я уже отметил, есть сейчас идея о том, что соглашение будет определено не на 9 месяцев, а на 6. Как отреагировать на этот рынок? Ну, согласитесь, если уже закладывали продление соглашения до конца 2018 года, то более скорые и ранние сроки выхода из текущей сделки будут восприняты в негативном ключе. Почему на рынке вообще появилась такая позиция? Я думаю, что здесь можно привести в качестве подтверждения того, что это неспроста комментарий из Саудовской Аравии, им буквально ровно сутки, о том, что среди представителей и регионных, опять же, сторонников идеи того, что нужно что-то делать, и обязательно нужно для чего-то договариваться вот о входе завтрашней встречи. Есть серьезные разногласия по поводу определенных договоренностей, друзья, и эти разногласия в конечном счете могут привести к не тем решениям, на которые рынок настраивается. Россия, как вы помните, одно дело говорить, что Россия, как один из ведущих производителей нефти, как регион, заинтересован в том, чтобы цены росли. Но совершенно другая история начинается, когда за этими словами подразумеваются определенные действия, и эти действия связаны с тем, что и России тоже, будучи ведущим игроком, нужно, одним из ведущих игроков, нужно будет снижать объемы добычи больше, чем многим другим. Для российской экономики снижать объемы производства нефти как главного экспортного ресурса и источника вообще, если можно, так сказать, хоть какого-то блага о состоянии, это тоже болезненная тема. Решение было принято ранее, то есть фактически в конце 2016 года, когда эта сделка как энергетический пакт только возникла. Предполагало определенные, скажем, обязательства для российской экономики, если уж быть совсем точным, вы помните, я приводил уже неоднократно, что обязательства Россия выполняет не на 100%, несмотря на то, что периодически появляется комментарий о том, что это не так. Поэтому я думаю, что не стоит полагаться на Россию, как на участника, который будет обеими руками выступать за то, что соглашение нужно продлить на максимально возможные сроки и, возможно, даже рассмотреть инициативу еще большего ограничения производства. Поэтому, друзья, завтра момент X супер-дорговая сессия для нефтянки, волатильность, я думаю, что будет просто катастрофическая, колоссальная, если вы не торговали нефтью. До этих пор размышляли о том, что будет с этим активом, порядки общего развития и интереса. Я думаю, что уж точно завтра нужно будет держаться подальше от рынка, потому что к решениям, которые будут приниматься завтра, нужно было приходить уже заранее, с четко сформулированной и присутствующей позицией того, как действовать в этом случае, а как действовать в обратном случае. Я лишь повторяю то, что отметил ранее, считаю, что соглашение вряд ли приведет к серьезному бусту, ускорению котировок нефти. Безусловно, какое-то проявление роста может быть. Но очень часто в последнее время мы на рынке по факту важных событий наблюдаем самую настоящую пилу, когда актив растет, потом резко падает, либо, наоборот, падает, а потом резко растет. Вот прекрасное подтверждение этих слов является вчерашней динамика британской валюты. Я продолжаю придерживаться позиций того, что нефть будет снижаться. В частности, вчера еще вышел отчет Американского института нефти, запасы снова выросли. Соответственно, если сегодня официальные цифры 18.30 укажут на нечто подобное в плане релизов и данных, то есть запасы, если нефти тоже вырастут, тогда котировки нефти неуклонно будут снижаться. Да и плюс ко всему ОПЕК тоже, исходя из этой статистики, может сделать вывод о том, что если запасы снижаются, значит, Штаты тоже не будут уже активно наращивать себя производство, раз не такие высокие показатели спроса. И по этой причине и самим участникам факта не стоит, опять же, выполнять программу максимум по таковаренностям, если ситуация стабилизируется сама по себе. Очень неоднозначное событие, друзья. Я надеюсь, что рынок в данном случае будет нам благоволить и, прежде всего, будет благоволить нашей короткой позиции. Жду проектов на 60 долларов за баррель. Рубль 58.50. При реализации сценария ухода котировок нефти уровень 60, уверен, мы по паре доллар-рубль взлетим далеко за 60. Цели, вы знаете, это цели, которые соответствуют, можно сказать, уже окончанию 2017 года, что-то остается уже в следующей неделе, даже не в следующей неделе, это пятница, уже декабрь, четыре недели и вполне достаточный срок, особенно в свете ожиданий снижения цены на нет, чтобы увидеть рубль на тех значениях, которые были озвучены. Доллар и японская и иена тоже ситуация меняется в нашу пользу. Доллар растет, при этом новостная картина также улучшилась, как будто бы подыграла нам в данном случае. Это отчеты, которые были опубликованы ранее, это целый блок статистики, который у нас впереди. Напоминаю, что ожидания очень хорошие. Рынок верит в то, что статистика не подведет, и очень большие надежды возлагаются на показатели по экономическому росту, по ОПР 16.30. Мы сегодня будем разбирать эти отчеты. Вчера вышли данные по индексу доверия потребителей. Собственно, от Conference Board также была опубликована статистика по деловой активности. Многолетний максимум, друзья. Это неспроста, игнорировать эти данные не стоит. Их нужно использовать в качестве опоры для будущих решений ФРС по процентной ставке. Помимо этого, возможно, еще больше позитив даже был связан с дополнительными новостями, тоже позитивного толка по налоговой реформе в США. В частности, вчера прошла встреча буквально за несколько дней, получается, до голосования в Сенате по налоговой реформе. Трамп решил лично поговорить с республиканцами. Ну, не знаю, совпадение это или нет, но сразу же после того, как состоялась эта беседа, мы видели предварительное голосование бюджетного комитета и 13 голосов за принятие налоговой реформы, 12 против. Ну, все равно здесь перевес в сторону тех, кто выступает за. Поэтому, конечно же, снова появившиеся надежды на то, что налоговую реформу все-таки реализуют раньше, скажем, предполагаемого до этого срока. Напомню, что скепсисы, опять же, распродажи последних недель в том числе были связаны с тем, что на рынке обсуждали, что налоговая реформа вступит в силу только с 2019 года. Сейчас с надеждой уже основа возлагаются на первые, скажем, числа, можно так сказать, месяцы 2018 года. Голосование в Сенате состоится, по-моему, друзья, если ошибся, не особо, скажем, зла на меня не держите, я эту информацию еще проверю, должно состояться уже в этот четверг, то есть фактически уже за. Это голосование в Сенате, в Палате представителей уже оно прошло, после этого эти документы будут сведены в Конгрессе. Пока именно подтверждение того, что зеленого света, либо каких-либо меньших препятствий для реализации этой реформы больше. Я склонен, опять же, считать, что стакан на половину полон, нежели пустое, считаю, что нужно верить, что этот позитив, он еще скажется в динамике доллара. И еще вчерашний из важных событий, это выступление Джерома Пауэлла, который четко дал понять, что в декабре через две недели пресс примет решение о росте процентных ставок. Ну, немного неоднозначными были его комментарии о том, что он не считает, что американская экономика находится в состоянии близком к перегретому. Вы помните, что на это сетовал ранее Джанет Хиллен, которая считала, что ставки нужно повышать более быстрыми темпами, потому что американская экономика может оказаться вот в таком кипучем состоянии. Также Джером Пауэлл отметил, что низкий процентный ставок, возможно, более благоприятный для экономики. Я допускаю то, что это просто комментарии, которые констатируют текущую ситуацию. Возможно, это комментарии, которые не имеют ничего общего с будущими решениями, которые будут приниматься новоиспеченным, скажем так, председателем американского регулятора. И, как я уже отметил, будучи склонным видеть больше позитива в фундаменте, который действительно таковым и является. Не хочу сейчас строить какие-то альтернативные сценарии и считать то, что 2018 год будет непростым для сторонников более жесткой монетарной политики. И я все-таки поддерживаюсь прежнего подхода. Ставки будут повышаться и дальше. Сейчас у нас на нас в декабрьское заседание. Ждем решения в предстоящем месяце. Ждем отдачи для доллара. Ждем, что доллар дальше будет пользоваться поддержкой. Восстановление динамики и доходности трежерис, соответственно, сильных отчетов. И еще снова сможет полагаться на поддержку по позитиву и более ранним срокам реализации налоговой реформы. Доллар канадец, друзья. Я вчера предлагал обратить больше внимания на канадскую валюту, нежели чем всегда. Потому что вчера у нас состоялось выступление господина Ползла, которого возглавляет канадский регулятор. Здесь особо под реву растекаться не хочется. Я лишь отмечу то, что Полоса сделал большой акцент на преждевременность подведения итогов прошлых решений по росту процентных ставок. То есть Банк Канады решил подождать, каким последствиям в конечном счете приведут прежние шаги по ужесточению режима. Хотя мы с вами уже знаем, каким последствиям привели эти действия. Потому что у нас были уже отчеты и по рынку труда, и по экономическому росту, и по инфляции, и по роничным продажам. Но разве не по этим отчетам вообще стоит судить его состояние экономики? И я считаю то, что именно слабость всего этого блока отчетов является следствием того, что Банк Канады перестарался с решением того, что экономика готова к тому, чтобы столкнуться с нормализацией денежных политики и продолжить присоединиться к действиям, которые принимаются в Федеральной резервной системе по разгону процентных ставок. Если они хотят посмотреть за тем, как обстоят дела дальше и как экономика адаптируется к этому, но это ведь тоже сигнал того, что следующего решения мы в ближайшем месяце не дождемся. Я снова хочу обратить ваше внимание на прямой комментарий, который был сделан со стороны Полоза, о том, что на оценку последствий может уйти больше года. Возможно, это такой скрытый латентный намек, что в 2018 году Банк Канады более не будет повышать процентные ставки. При этом выводы, которые сделал рынок, я думаю, что были абсолютно логичны. Канадцы стали в связи с этим активно продавать, и мы наконец-таки попали USDCAD, снова ушли выше отметки 1.28. Текущие латировки 1.28.20, напоминаю, наша с вами цель до конца года 1.30, 180 пунктов остается до этого рубежа. Новозеландец, австралиец тоже снижаются, друзья. Неизменный у нас прогноз. Мы осмотрим на то, что валюты стран океане будут испытывать прессинг многих факторов, включая потенциальный рост доллара. Самое главное, у них внутренняя конъюнтура такая, которая не оставляет ничего другого, кроме как продавать эти активы в расчете на сохранение мягкой экономической политики. По австралийцам сейчас не буду. Вы наверняка помните все, что сейчас может двигать этой парой по Новозеландцу. Вчерашний комментарий руководителя резервного банка Новой Зеландии от Спенсера о реальном замедлении активности в строительном секторе. Для меня это тоже комментарий, который стал неожиданностью, так же, как когда резервный банк Австралии отметил, что одной из основных проблем для национальной экономики являются низкие показатели производительности труда. Видимо, все-таки есть еще скрытые проблемы, на которые лично я не обращал внимания ранее. И в данном случае новые проблемы это лишь те, которые усиливают старый и позволяют придерживаться прежнего взгляда о том, что валюты потенциальные аутсайдеры по причине той политики, которая вынуждена в мягкой политике проводиться регуляторами, исходя из таких отчетов. Продаем Австралии и продаем Новой Зеландии. И напоследок, друзья, оставил я фонд, потому что вчера Британец изобиловал фундаментом и показал волатильность, которую лично я уже не помню, когда мы видели в последний раз. Фонд начал день с довольно агрессивных распродаж. Мы очень быстро оказались ниже планки 1.33, даже провалились ниже уровня 1.32.50. Негативная реакция последовала на результаты стресс-тестов. Два банка английских из семи крупнейших завалили их, и это Барклайс и РБС. Соответственно, почему произошло это, я не знаю, каким параметром они не проскочили. Но после того, как им было решено поднять нормы резервирования, соответственно, и увеличить показатели достаточности капитала, вроде тесты прошли. Что это за тестирование? Это тестирование на соответствие, собственно, основных колоссов национальной финансовой системы, готовности противостоять угрозам внешним и внутренним. Это и шоковый сценарий развития ситуации Брэкзита, это резкое увеличение безработицы, это еще большая эволюция национальной валюты, это просадка промышленного сектора, ну и так далее. Ипотечный кризис, который тоже всем известен, каким последствиям приводит для развитых рынков особенно. В общем, после того, как последовала первая негативная реакция, потом рынок несколько выпрыгнулся, потому что решили, что действительно банкам помогут. После этого на рынке появились слухи о том, что между переговорческими сторонами, то есть, скажем, Англией и Европейским Союзом, возникли новые непреодолимые препятствия, которые связаны с вопросом границ с Ирландией. Рынок тут же, после большого отката, снова начал валиться, я имею в виду, рынок Британских войн против доллара. И под конец дня уже, под самое задательное торговое сеть, ситуацию выправили уже новые, это уже не слухи, это новости, которые пришли со знаком молнии, о том, что Англия наконец-таки договорилась, или уж сказать, Англия уступила в вопросе собственных фискальных, финансовых обязательств для страны Европейского Союза. И речь идет о готовности Англии выполнить обязательства на сумму в 100 миллиардов евро. Раньше отсутствие прогресса и взаимопонимания, скажем, уступок со стороны Англии по данному вопросу расследовалось как основное препятствие, основная преграда для нормальных конструктивных переговоров. Сейчас, судя по всему, эту стену удалось сломать, переговоры двигаются дальше, и поскольку Англия готова заплатить 100 миллиардов евро, я думаю, что и Брюссель в связи с этим тоже теперь будет более внимательен к Англии, и, возможно, Брюсселю тоже придется пойти на какие-нибудь уступки, чтобы поддержать этот позитивный новый тренд переговорческого процесса по Брекзиту. Мы с вами, друзья, настраивались на этот самый позитив, и вот, наконец-таки, он себя проявился. Правда, отметки 1.34 мы снова не достигли, в этот раз не хватило буквально 15 пунктов, друзья. Я еще не теряю надежду, что до этого уровня мы с вами доберемся. Я не теряю надежду, что сегодня, в том числе, для того, чтобы мы смогли реализовать эту цель, нам поможет господин Карми, который будет говорить о влажности, сохранении политики высоких процентных ставок, потому что сейчас нужно постепенно стимулировать рост курса национальной валюты и гасить показатели инфляции. Ну вот, собственно, на этом давайте сегодня мы с вами завершим брифинг. Друзья, небольшое объявление. Следующий брифинг у нас, к сожалению, состоится только в понедельник, потому что завтра и послезавтра у меня не будет физической возможности выйти с вами на связь, поскольку завтра в Киеве у нас будут проходить двухдневные семинары по рынку криптовалют. Я думаю, что с единомышленниками мне удастся пообщаться по перспективам этого актива, и в понедельник я уже, с вашего позволения, уделю большую часть времени перспективам биткоина и основных хайпкоинов. Ну, хотя про биткоин, про него сейчас говорят все, это самая настоящая хайповая тема. Сегодня, буквально до начала брифинга, за несколько минут, вы, ну, лично я видел, наверняка вы тоже могли заметить, биткоин уже фактически протестировал отметку в 11 тысяч долларов. Немыслимые уровни, которые сейчас начинают восприниматься уже как новая реальность для эталонда и бренда, скажем, всего мира криптоактивов. В понедельник поговорим подробнее о том, что с этим активом дальше будет, может быть, и что же выспитал основными причинами, источниками роста на текущий момент. Поэтому, друзья, хорошего вам завершения текущей торговой сессии, закрытия всей недели. Соответственно, увидимся мы с вами в понедельник, как всегда, в 9.30 по московскому времени, но еще в понедельник и вебинар состоится в 16.30, где мы разберем основные события текущей недели, в том числе и события, которые, к сожалению, выпадут из нашего с вами обзора по причине моего отсутствия в четверг и пятницу. Хороших торговых сессий, безусловно, хороших выходных. Собирайтесь с силами. У нас в следующей неделе это уже полноценный месяц декабрь. Уже будем замыкать 17-й год, говорить по последствиям договоренностей ОПЕК и ждать заседания ФРС. Всего доброго, до свидания.